Долгожданный грант на сумму 200 тысяч тенге и швейное оборудование. Для Баян и Серкепова победа в конкурсе проекта «Посмотри на звезды» – большая радость. В прошлом году женщина открыла свой швейный цех на дому. Сейчас инвалид первой группы шьет приданное для будущих невест. Подушки, постельное белье, корпе. Появление новой профессиональной машинки не только облегчит труд, но и увеличит объем производства, уверена мастерица. На инвалидности я уже 8 лет. Получила ослаждение на суставы после простуды. Сейчас трудно ходить. Вместе с дочкой мы решили открыть швейный цех. Обратились за помощью в дому. Выиграли денежные гранты и оборудование. Теперь будем расширяться. На шаг ближе к своей мечте стали еще трое предпринимателей с ограниченными возможностями. Эти бизнесмены только начинают развивать свой бизнес на дому. Проект «Посмотри на звезды» готов поддержать каждого. В программе республиканского значения могут принять участие люди с ограниченными возможностями из всех регионов Казахстана. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Кушолы», который выделяет средства для каждого региона. У нас в Южно-Казахстанской области участников было очень много и стали победителями 4 человека. Вопросом создания и развития собственного бизнеса людьми с ограниченными возможностями задались на Алматинской конференции «Бизнес без границ». Представители коммерческих организаций, общественных фондов, а также успешные бизнесмены с ограниченными возможностями обсудили проблемы и возможности развития собственного бизнеса. Проект «Посмотри на звезды», запущенный в 2012 году, – это маленькая ступень к большому успеху особенных предпринимателей. Есть примеры, когда сами инвалиды организовывают спортивные клубы и своим примером вдохновляют людей, улучшают свое здоровье. Сегодня появилась значительная группа предпринимателей из числа инвалидов, которые имеют высшее образование, у которых сидит жилка к творчеству, и сегодня они создают новые бизнесы, сферы новых информационных технологий. В Казахстане около 620 тысяч людей с инвалидностью. Из них могут работать около 400 тысяч, но только 83 тысячи работают. Собственный бизнес для многих – выход из сложной ситуации. Всего с начала года в южно-казахстанский филиал фонда «Домо» обратились свыше 250 предпринимателей с ограниченными возможностями. 150 из них уже получили помощь от спонсоров. Очень хорошо, что по нашей...